Уикенд, пиво, чипсоны. Недавно я заметил, что у нас с Максом постоянно чередуются два действия. Как вы поняли, первое, это играть в доту, а второе, это смотреть доту. Мы сели смотреть какую-то старую игру нави. Игру еще тех времен, когда за них играл Дэнди. Боже, насколько он там божественен. Был бы я тогда тюлочкой. Ну вы поняли. Мишень, мы же еду приготовим. Ты что, рофлишь? Или ты забыл, где ты находишься? Чувак, это квартира, где комната видела больше еды, чем кухня. Не шути так больше. Ты что, доставку заказал? Может, это счетчики пришли проверить? Тогда надо сказать этим детским голосом, типа, извините, нас нет дома. Но только открывай ты, я их до усрачки еще с детства боюсь. Подожди, какой сегодня день недели? Суббота. Ох, я вспомнил. Блин, как я мог забыть, ко мне сегодня проездом на один день должна была прикатить троюродная сестра. Интересно, как она сейчас выглядит. Я последний раз ее видел, когда летом в 7 лет гусей пас в селе. Ого, интересно, я тоже так изменился в сравнении с собой, с 7-летним. Ну что, привет, братишка. Привет, проходи. Максончик, знакомься, это моя троюродная сестра Настя. Очень приятно, Настя. И мне очень приятно. Может, чайку попьем? Да, пойдемте. Ты тушь. Миш, я с дороги, можешь ты схожу в душ? Да, конечно, прямо я направлю. Ага, спасибо. Это, хочешь, я тебе покажу, как в душ экран включается, да? Я могу тебе помочь. Там он с первого раза не открывается. Он не открывается с первого раза. Пойди, если надо, я тебе помогу. Максончик, а что ты сегодня какой-то заряженный? Да нормально, я обычный. Особенно при моей сестре. Да не, чувак, тебе просто кажется. Даже и не думай. О чем? О том, о чем ты думаешь. Блин, Мишанин, ну ты же не хочешь, чтобы мы с тобой родственниками стали? Мы и так с тобой друг друга братом называем, а тут еще и по делу будет. Нет, нет и еще раз нет. Чувак, это Room Factory, а не Игра Престолов. Ты понял? И почему Миша какой-то агрессивный? Ну да, окей, мне нравится его сестра. Но, блин, это всего лишь знаки внимания и ничего больше. Да ладно, остынь. Идем лучше каткулу по нем. Давай пикай саппорта. А что это я саппорта? Давай ты. Не, мне нельзя по состоянию здоровья. Чего? Ну объективно посуди. Если ты сядешь на кору, у меня просто нервных клеток не хватит. Окей. Эй, чувак, что ты афк в менду стоишь? А ты что остановился? В смысле соединение с сетью прервано? Блин, мне нельзя ливать, чувак, у меня аллергия на ЛП. Блин, а может кабель от роутера отошел? Пойду гляну. Да нет, вроде все нормально. А ты случайно не забыл интернет продлить? Да только середина месяца, они не могли так рано отключить. Этого еще не хватало. Эй, кто там играется? Да никто не играется, это у нас свет отключили. Как они посмели прервать нашу катку? Я сейчас, сука, позвоню кому надо. Сейчас. Сейчас такой хай устрою, мало не покажется. Еще и связи нет. Короче, это полная задница. Нет электричества, интернета, связи. Значит что? Мы в дерьме. Ребят, там еще и воды нет. Что вообще делать? Хрен знает. А что люди делали без интернета? Ну там, гончарное дело, резьба по дереву, на столб залазили за сапогом. Ого, жесть, конечно. Угу. Короче, если никаких предложений нет, я предлагаю просто лечь спать. В надежде на то, что завтра все починят. Я согласен, это хорошая идея. Все, тогда я тебя стелю на полу. Стоп, а почему это мне на полу? Ну у нас кровать двухместная, правильно? Кто-то должен спать на полу. Ну давай этот кто-то будешь ты. А мы с Настей будем спать на кровати. Мы же гости все-таки. Не работай. Может у нас пробки выбило? Вообще по хорошему боксу с этим пойти спросить, что и как. Ну что там? Ничего, странно. Ни людей, ни света, ни интернета. Аж страшно. Люди! Итак, ребят, я вас всех поздравляю. Походу наступил апокалипсис. Да нет, это же бред. И почему мы тогда живы? Ну есть у меня одна мыслишка по этому поводу. Тут до меня на этой квартире жил старичок один. И у него там баня так сильно потекла, что у него он там и в инопланетян верил, и в конец света, и в масонов. Ну и там в остальную всю лабуду. И что? Так вот, он там себе придумал какую-то теорию и поверил в нее. И что с теорией? Он, короче, очень сильно боялся инопланетян. И сам себе придумал теорию, что они скоро спустятся и захватят все человечество. И сам придумал, как от этого спастись. И как? Обшить сухату фольгой. Ой, и что, помогло? Нет. Жаль. Макс, ты что, не понял? Мы одни на этой планете. Одни? Да, прикинь. И что теперь делать? И тут мы поняли, что можно делать все, что захочешь. О, чувак, это рай. Теперь можно хавать сколько хочешь шаурмы, и главное, бесплатно. Ну, правда, теперь ее приходится делать самому. Ха, чувак, самому не самому. У меня тут 4 ложки соуса и тупо одно мясо. Блин, прикинь, это же сейчас можно брать любую тачку, садиться в нее, кататься везде, и никто нас не остановит и не штрафанет. Хару... Ну, наконец-то, открытая тачка. Давай, полетели. Так, ключ. Ключей нет. В смысле, они же в фильмах всегда здесь. Сзади тоже нет. А ты из этого электрики шаришь? Нет. Может, на третье образование на электрика пойти? А кто тебе его везти будет, если людей нет? Да, без людей как-то совсем грустно и невесело. Ага. Да, да самое, а я что подумал? А нам же что-то как-то человеческий рот там продолжает туда-сюда? Это ты о чем? А да, так ни о чем. Максончик, я же много раз повторять не буду. Если ты от нее не отстанешь, ты будешь как бедная лененок Санты. Да как? Без бубенчиков. Ребят, а знаете, в чем реально настоящий кайф? В чем? Мне теперь не нужно брить ноги, красться. Так что завтрашнего дня начинается расслабон. Ага, понятно, человеческий рот вымрет. Да, и что делать? Может, как кулдоту рубанем? Че, издеваешься? Я так понимаю, мне нет смысла ехать домой. Может, хотя бы в домик поубираемся? Может, какие-то запасы раздобудем, там, еду, топливо. Давайте, ну а что еще делать? Только я предлагаю с балкона начать, потому что я там давно не убирался, а балкон может как склад подойти. А это еще что за тетрадь? Личный дневник Антона Осинского. Это что, вы любовник или что? Что, дебил? Это тот вот странный тип, который жил до меня на хате. Так, че он тут пишет? Привет, потомкам. Надеюсь, до вас наконец-то дошло, что я не сумасшедший. Я знаю, что в это мало кто верил, соответственно, мало кто выжил. Но все должны знать, что в городе есть аванпост. Он находится в подвале в доме на Садовой улице. По скрипту. Я эту квартиру накручиваю цены, ремонт в последний раз сделали еще пример. Всем удачи. Ну и че мы сидим? Нам же дали адрес, там по-любому кто-то есть. Да, а че такое аванпост? Ну место там, где есть выжившие припасы. А, понятно. А где эта Садовая улица находится? На другом конце города. Блин, а может, ну его? У меня просто есть важные дела. Какие? Ладно, говорил. Блин, это какой-то трэш, а не апокалипсис. Почему нужно так далеко идти? Эй, вы гуманоиды, вы шо, не могли нам оставить хотя бы одного маршрутчика? Ну вот это место. Только тут закрыто че-то. Ну понятно, походу мы втроем остались на этой планете. Максим, я хотела сказать тебе все эти два дня, что я по уши влюблена в тебя. И хочу от тебя детей. Ты самый лучший мужчина из тех, кого я встречала. Что? Миша, заткнись, ты только мешаешь ему. Ты самый лучший и самый красивый. Я люблю тебя, Максим. Фух, Миша, аня. Что такое? Макс сегодня идет на учебу, поэтому я сегодня до вечера катаю в доту сам. Выиграл катку. Посмотрел свой ММР. Да уж, лучше бы не смотрел. В дверь кто-то позвонил. Блин, да кто там? Это еще что за покемон? В дверях стоял парень, одетый как космонавт. Что, блядь? Забирают уже недобровольно? Межгалактические войска? Сколько я сидел дома, что молодежь сейчас так выглядит? Готово. Здравствуйте, вы Михаил Шевчук? Пошел нахуй. Ну понятно. Сейчас опять какую-то чушь впаривать будут. И судя по его виду, что-то очень незаконное. Так вы Михаил Шевчук? Ну, честно. Здорово, дед. Окей, Бумера, есть что попить? Чувак, а ты ничего не попутал? Я же человек простой, могу ебнуть. Стопай, Джигентрон. Дед, не горячись. Какой я нахрен тебе, дед? Что ты вообще сидишь на моем диване? Так, а ну, встал, пошел нахер отсюда. Если ты меня выгонишь, ты просрешь свое будущее. Какое будущее? Ты что, бухой? Да, конечно, в будущем ты особо не изменишься. А, понятно, опять дота. Я Джастин Шевчук, твой внук. Сначала я думал, что это малоретка своим Айка сам обкурилась и ему крышу снесло. Но этот челик слишком уверенно мне доказывал, что он мой внук. Я попросил какие-то доказательства. Он показал мне семейную фотку с моего 75-летия. Но больше тянет не на доказательства, а на говененький фотошоп. Что, я должен в это поверить? Это что? Это мой паспорт. Да, в натуре Джастин Шевчук, 2043 года рождения. И прописка по моему адресу. Вот тут-то я и охренел, конечно. И кто тебе дал такое конченое имя? Вообще-то ты. А это уже похоже на правду. Только я так могу горнуть над внуком. Но все сомнения может развеять только одно. А скажи что-то про меня, что может знать только моя семья. Ты обсыкался до 10 лет. Есть две новости. Первая, он походу реально мой внук. Вторая, я не умею держать язык за зубами. А что ты вообще приехал? Чикс, а что, внук не может просто так прилететь к любимому динозавру? Нет. С иглы. Тогда по чесноку. Я прилетел люлетие вкачать. Ну тут походу без леча не обойтись, да? Да потому что через 50 лет мы будем жить в этой же однушке. С этим же ремонтом. А таки будешь играть в свою доту за этим же компом. У остальных моих друзей состоятельные деды. Все миллионеры. В смысле, что ты несешь? Да потому что они, в отличие от тебя, доту не играли. А что, все по образованию работали? Что? Ну у меня не так много времени, может хоть покажешь, как вы тут живете? Ладно, пошли покажу. Подожди, если ты мой внук, это получается у меня есть жена? Чей да? Как ты додумался? Ну она хотя бы сексуальная. Ты вообще нормально такое спрашиваете? Это вообще-то моя бабушка. Ну по десятибальной шкале, мне же интересно. Ну четверочка. Блин, есть ли смысл жить дальше? Кстати, а как ты сюда приехал? Прилетел на машине времени. У тебя есть своя машина времени? Не моя, в научной лаборатории, где я работаю, вчера изобрели машину времени. Вот я и угнал ее на денек. Все равно вернусь в тот же момент, и они ничего не заметят. Так, 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 у тебя есть своя машина времени. О, а ты можешь меня закинуть в мое прошлое? Зачем? Да нужно сказать самому себе, чтобы я не познакомился с одним толстым поцом. Если ты встречаешься с самим собой, вы оба исчезнете. О, а можно туда Макса закинуть? Нет, никуда мы не полетим. У меня осталось заряда только на дорогу домой. Профита у тебя мало, конечно. Смотри, у кого-то кукуха поехала. Это ж надо было блендер на капот присобачить. Дэм, да это моя машина времени. Да? Да. Ну пойдем. Она прямо на морковно-яблочном, да? Да, естественно. Слушай, а что там вообще в будущем? Наверное, чипы у всех в голове вместо продавцов вот эти роботы. И вот это, и миром правит искусственный интеллект, да? Ты что, фотографий, фильмов пересмотрелся? Вот ты как разговариваешь со старшими? Мне вообще-то тоже 25. Ну, с будущими старшими. Короче, давай, что там по будущему? В будущем особо ничего не поменялось. Столько изобрели машину времени, еще там техника всякая. Все? Я думал, у вас там инопланетяне по земле ходят. А, Илон Маск. Что, на Марс полетел? Нет, сделал камин-аут. Блин, я не думал, что он из этих. Мы тоже офигели, когда узнали, что он с Меркурия. А что там Путин? Не знаю, скоро выборы. А, понял. Опять, опять, блядь. У нас уже 120-й прощальный концерт у нее. Да? У нас пока только седьмой. Ну, пойдем. У меня есть один вопрос к тебе. Не знаю, можно такое спрашивать или нет, но... Я был у Дудя? Чего? Конечно. Ес! У нее уже все побывали, даже животные. А главное, хочешь прикол? Ну? У собак в топ-3 рэпера тоже стабильно есть Оксимирон. Понял. Мы подошли к магазину. Навстречу шел Макс. Сейчас я отойду на секунду. Прошу. Здорово, общих. Здорово. Что, вечерком закатаем в Дотку? Я просто сейчас на экзамен спешу. Не, я пока с Доткой завязал. Мне мой внук другую группу посоветовал. Внук? Ну да, это мой внук Джастин. Ты что, утром успел замутить с телкой? Она родила ребенка, этот ребенок родил еще одного ребенка? Ладно, Макс, он это все-таки долго объясняет. Давай вечерком, а? Давай. Ну нахер, не хочу быть дурачком. Лора, а что это? Это очень медленный телепорт. Пошел, блядь. Зашли в супермаркет. Джастин засмотрелся на сигаретные блоки над кассиршей. Слушай, а что такое вообще сигареты? Ну понимаешь, это такое средство, которым добровольно пользуются люди, чтобы сократить себе жизнь. А зачем? Это уже у них спрашивает, да. О, а это что? Простая питьевая вода. То есть у вас с крана не такая же идет? Чувак, хрен знает, что у вас, но у нас из-под крана пить хуже, чем сигареты курить. Пойдем дальше. Да ладно. Джастин взял пиво и сухарики. Вот молодежь, во все времена одно и то же. Но зато сразу видно, в деда пошел. Мы подошли к кассе. Кассирша спросила, чем он будет расплачиваться. Он сказал, что через терминал. И тут вам прикол. Он рассчитался ладошкой. Прикиньте, ладошкой. Вышли с магазина. Я попросил Джастина предупреждать о своих приколах, потому что в наше время люди могут его неправильно понять и отправить в дурку. Опа-ча, кто это у нас такой яркий нарисовался? Парни, да это не то, что вы подумали. А что мы подумали? Подумали, что нормальный пацан в бабье тряпки нарядился. Ну че гиряб, я нормальный тип. Что ты сказал, иди сюда. Что делать будем? Парни, а подержите пивасик, а? Ну здоровье, сами знаете. Валим! Стой! Мы же на телепорте вашем. Да ну, он медленный. А нахрен тогда нужен? Хрену узнает. Что думали, свалите? Хер там. Не подходите, а то я буду стрелять. Из чего? Чем ты в меня стрельнешь, Яралашев? Димон! Чувак, это че еще было? Я думал, у тебя кукуха поехала, ты просто их попугать хочешь пультом. Да это мой карманный бластер для самозащиты. Чутка переборщил, хотел их током жахнуть. Ладно, что-то накрутилось в кармане, понимаешь? А, слушай, а ты можешь мне его подогнать? У меня просто кореш есть, но ты его видел. Я хочу маленько его жахнуть. Нет, дед, наши технологии не могут попасть в ваши руки. Блин, жалко. Бро, то есть дед, то есть Миша. Я, наверное, короче, погнал на хоум. Наворотили мы тут делов. Настопудов могут искать. И может нарушиться пространственно-временной континуум. Я нихрена не понял. Ладно, давай, братук. Давай. Все хорошо. Точнее, внук, да. Играй в War Thunder. Окей. Миша, здорово. Ты видел, что на улице происходит? Нет, что там? Там капец какой-то. Там, короче, чувака испарили. Походу, какая-то жесткая мафия работает. Надо оставаться дома и никуда не выходить. Да, ну давай тогда останемся дома. Пойдем. А чем это ты тут занимаешься? На старой зарабатываю. Че? Да так, просто в новую игрушку играю. Заходи. Короче говоря, гость из будущего. Ю, подписывайся на канал и ставь колокольчик. 2020. Не, ну хуже уже точно не будет. 21. Президент. 20. Кто я? 21. 21. 2021 год был сложный. Да просто пиздец какой сложный. Если бы я знал, что такая хуйня на мой срок попадет. Лучше бы остался в 95 квартале. Ну нахуй. Разгребайте сами. Свидание. 20. Может кафешку какую-то сходим? Да сегодня суббота, все закрыто. Карантин выходного дня. 21. О, может быть зайдем в эту кафешку? Ну давай, погнали. В другой раз. Тик-Ток. 20. Алло, мамочка, меня взяли в Dream Team House. Да, можешь забирать документы с универа, я теперь буду жить здесь. 21. Алло, мамочка, я вернулся в Саратов. Пустите меня домой. Я больше не буду тик-токи снимать. Поцелуи. 20. Ты моя маечка. 21. Да, моя бусиночка, я уже отправил анализ своей слюны. Ты следующая. Новый год. 20. Я хочу поднять этот бокал за то, что мы с вами наконец-то пережили этот 2020 год. 21. Знакомство. 20. Девушка, здравствуйте, можешь с вами познакомиться? Я не знакомлюсь на улице. 21. Докажи, что ты не рептилоид. Новости. 20. Мировые новости. Аналитики предвещают вторую волну коронавируса и полный локдаун во всех городах. 21. Мировые новости. Аналитики предвещают вторую волну. Нашествую о том, без сигнала, день. И полный локдаун во всех городах. А теперь к новостям погоды. Спорт. 20. Карантин закончится, точно в зал пойду. 21. Умога, умога, умога. Климатой. Доставка. 20. Понял. Спасибо. 21. Это курьер, у него точно есть еда. Погнали. Средства защиты. 20. Я в магазин, тебе чё-то брать? 21. Спасибо. Супергерои. 20. Ух, надеюсь, в следующем году будет полегче. 21. Походу, Танос был прав. Ну нахер. Кассиры. 20. Пакетик брать будете? Не надо, спасибо. Масочку наденьте. 21. Пакетик брать будете? Да не надо, спасибо. Масочку наденьте. Так, мы же по зуму общаемся. Планы. 20. 21. Свадьбы. 20. Мы хотим сказать всем спасибо, что вы с нами в эту торжественную минуту. Жаль, конечно, что больше 20 человек в конференцию добавить нельзя. 21. У нас осталось всего двое на планете, и мы должны продолжить человеческий род. Путешествие. 20. Посмотрите ваш билетик в Египет. 21. Так как все страны сейчас находятся в красной зоне, могу приложить вам только балкон. У вас есть 10 минут. Блогеры. 20. Ребятки, привет! По свайпу вверх вы можете купить мой личный курс по продвижению бизнеса в условиях карантина. А при покупке пакета VIP моя консультация бесплатна. 21. По свайпу вверх вы можете купить мои личные курсы по выживанию в условиях апокалипсиса. А при покупке пакета VIP огнемет в подарок. Подарки. 20. Это тебе. 12. Айфон? Спасибо тебе огромное. 21. Это тебе. Это что, свежие продукты? Спасибо тебе огромное.